Стил Пантера представляет Гафур Гулям, озорник Читает Анвар Картаев, режиссер Елена Бурова Часть первая Дети старой Махали Народу в торговых рядах уйма В Большой Чайхане Ильхама Чайханчика Что стоит как раз на повороте от молочного ряда к Махали Махкама Играет граммофон Без умолку звучат старинные песни В исполнении Туй Чихафиза, Хамраку Лакары, Хаджи Абдулазиза Или ферганских певиц Места в Чайхане всегда не хватает Тут проводят свободное время байские сыновья из торговых рядов Они собираются вокруг дастархана Посреди которого на большом медном подносе Разложены сахар, миндаль, фисташки, разные сладости Стоит в посуде варенье А зачастую красуется и коньяк В соломенных плетенках с изображением ласточки Усаживаясь, они весело горланят Рассказывают анекдоты, сопровождаемые громовым ржанием Дыхканам, бедным кустарям, казахам, киргизам Приехавшим издалека на базар Нечего сюда и соваться Чайханщик Худощавый парень по прозвищу Асра-Лысый В легком халате нараспашку Под поясанным голубым шелковым платком Услужливо носится среди посетителей Через плечо у него перекинут кисейный платок в горошек А на ногах — кауши Стоит кому-нибудь из гостей крикнуть «Асра!» или «Лысый!» Он уже тут как тут Что угодно, молока Чай или челим И не успеешь оглянуться Как он снова появляется С маленьким чайником в одной руке И двумя китайскими пиалами в другой Или наполняет табаком головку сверкающего медного челима Шумно раскуривает И, кланяясь, подает гостю «Молока, пожалуйте!» Много удивительных вещей Можно увидеть в этой чайхане Но, конечно, самое замечательное в ней Это подвешенная к потолку у входа Большая клетка Позолоченная Украшенная амулетами от дурного глаза И пестрыми флажками В клетке живет попугай Ей-богу! Настоящий живой попугай! Перья его Переливаются всеми цветами радуги Как шелковые нити В шкатулке вышивальщицы Синий Красный Голубой Желтый Белый Розовый Коричневый Темно-вишневый Фисташковый Все цвета, какие только есть на свете Но главное Он разговаривает Подумать только Он болтает так бойко и смешно Что я и сейчас слышу его голос Звонкий и раскатистый Как у трехлетней девчонки Только что научившиеся говорить Мы, мальчишки Бродим по базару Чумазой босоногой стаи В рубахах и штанах из буза Мы снуем всюду Но ко входу в чайхану Нас тянет неизменно Попка Эй, попка Осралысый Кидается на нас Делая свирепое лицо Кто попадется и впрямь получит Изрядную порцию тумаков А попугай Посылает вслед нам Крепкое ругательство Ах, бабушку твою С прабабушкой Впрочем Главным нашим развлечением На базаре Служат джинны Юродивые Сколько их в Ташкенте И... Начнешь считать Собьешься Каримджинны Рыжий Параголубей Майрамхан Юродивый из Юродивых Жена Ишана Халпаланг Таджихан Алим А вас Каждый из них Сходит с ума по-своему Безумствует на свой лад Мы знаем их всех Отлично Параголубей, например Помешался на властях И царя Николая И Кауфмана И Мочалова И полицейского Стражника По прозвищу Набивор Всех Бывало Соберет вместе И понесет Понесет С непривычки И слушать страшно Каримджинны Тоже ругается Безумолку Этому уже Все равно Аллахли Пророк Хаджи Ишан Казий Он клянет Всех подряд Клянет До седьмого колена Разносит В пух И прах Когда-то он был Ткачом Но потом Стало полно Фабричного сица Карим не мог Уже кормить семью И в конце концов Помешался То же примерно Случилось И с Халпалангом Он был Родом Из Коканда Он сошел с ума Когда сгорела Его мастерская Вместе со станком А Мейрамхан О Это, пожалуй Самый знаменитый Из всех динны Его настоящее имя Маматраим Он был слесарем И таким превосходным Слесарем С такой легкой рукой Что считалось Удача Сопутствует уже тем, в чей мастерской, лавке или доме он побывал. Говорят, Майрамхан собственными руками и не ел-то никогда. Столько находилось охотников, кормить его пловом из горсти, как почетного гостя. Бесчетные мастера по изготовлению колыбели, самшитовых гребней, веретен, почитали это за счастье. Словом, он был всеобщим любимцем. Поэтому и прозвали его Майрамхан. И ходил по улицам и базарам, таща на себе нанизанный на проволоку металлический лом, отпуская шуточки, сияя ослепительной улыбкой. Он прогорел со своим ремеслом, когда металлические изделия стали выпускать заводы, понемногу сделался никому не нужен и помешался от нищеты и тоски. Джинны по прозвищу «жена Ишана» — смуглая, статная, с тонкими черными бровями женщина лет сорока пяти и вправду была когда-то женой Ишана Митыхан Турам из Каландарханы. Однажды она застала мужа со своей младшей сестрой и сошла с ума. Один о вас, пожалуй, не был настоящим сумасшедшим, а только притворялся, не желая работать. Мы знали все истории этих несчастных, слышали от взрослых. Сколько раз все это при нас пересказывалось? Но у мальчишек нет времени для жалости. Зрелищ на нашу долю выпадало мало, вот мы и выдумывали сами, что могли. А с Джинны можно было устроить представление «лучше не надо». Иногда мы уговаривали их спеть или сплясать, но чаще просто безжалостно дразнили. А когда не приходили выступления, тут-то и начиналось самое интересное. Они бросались за нами вдогонку. Мы увертывались, не всегда удачно, но нам таки перепадали от них побои. По делам, конечно. Словом, остроты ощущений хватало и смеху тоже. Особенно, когда сходились два-три Джинны вместе. Как-то раз Джинны по имени Таджихан стал гоняться на улице за прохожими, размахивая черенком от китменя и требуя, чтобы все шли в одну сторону. «Эй, не разбредайтесь!» — вопил он. «Порядок должен быть! Порядок!» Никто ничего не мог с ним поделать, покуда не появился Алим-Джинны. «Эй, Джинны! Что ты тут мелишь?» — закричал он. «Почему они идут в одну сторону?» — говорил Таджихан. «При царе Николае порядок должен быть! Порядок!» «Ай, дурак же ты, Таджи!» — сказал Алим-Джинны. «Ну и дурак! Земля у нас, знаешь, какая? Вроде весов. Если все пойдут в одну сторону, что получится? Наклонится она, как под нос. И все мы тогда утонем в курдум-даре!» Таджихан остановился, постоял с разинутым ртом, покачал головою и пошел прочь. Видно, одну сумасшедшую мысль может выковырнуть из головы только другая, еще более сумасшедшая, как иголка за нозу. Так, в развлечениях мы проводим дни и едва замечаем, как наступает вечер. Забежав домой сразу после третьей молитвы, что перед заходом солнца, мы наскоро хлебаем мучную похлебку или затируху, или какой-нибудь варево из Маша с тыквой или рисом, или суп с лапшой, что-нибудь, что оказалось в доме, и снова убегаем на улицу, над которой начинают высыпать добрые летние звезды. Наша махаля с одной стороны выходит к махале Тыканли-Мазар, с другой к махале Кургантаги. Мы собираемся в глухих тупичках, расположенных слева от главной улицы, и играем допоздна, вечером. Самая игра, особенно в лунные вечера. Летом, весной, осенью улицы наши пыльные, мягкие, одно наслаждение. Только вот зимой вязкая грязь. Кому по колено, а нам так по пояс. И тогда мы переносим свои игры на площадь или вкрытые переходы со дворов на улицу. В тусклых фонарях, установленных городской управой, горят семилинейные керосиновые лампы. Каждый вечер проходит фонарщик с лестницей, наливает керосин, подрезает фитили, чистит стекла. Утром он проходит снова, гасит фонари. В темноте, стоя чуть отойти, они едва мерцают точно глаз кошки. Их красноватое пламя не столько освещает улицу, сколько напоминает прохожим, идущим по узкому тротуару. Эй, не наткнись на меня! Я здесь! Ну что можно делать при свете такого фонаря? И разговаривать-то неудобно. Взрослые, едва сотворив последнюю вечернюю молитву, расходятся по домам, улицы пустеют, даже ворона не пролетит. Остаёмся только мы. Самое время для игры в прятки. Впрочем, у нас множество и других игр. Борьба, Батман-Батман, тоже что-то вроде борьбы. Играющие стоят спиной друг к другу, сцепятся руками и поочерёдно поднимают напарника в себе на спину. Или ещё игра. В белый тополь, зелёный тополь. Мальчишки разбиваются на две группы. Каждая выбирает вожака, загадывает кого-нибудь, а противоположная сторона должна угадать, кого. Отгадавшие садятся на спины противников и едут до условленного места. Что ещё? Ну вот, хотя бы Минды-Минды, или Вор пришёл, или Головка моей птички. По правде говоря, все эти игры немножко похожи друг на друга. И почему это так увлекательно, сидеть верхом на ближнем? Затевая Головку моей птички, ребята опять же разбиваются поровну на две команды. Каждая выбирает матку, главаря. Матки берут какую-нибудь тряпицу, завязывают её узлом, стараясь придать форму птице. Потом, перешёптываясь, загадывают названия. Козадой, чайка, синица, горлинка, ястреб, пустельга. А обе ватаги терпеливо ждут, пока матки наконец договорятся, и, показывая тряпичное чучело, приступят к опросу. Головка моей птички вот такая, а туловище вот такое. Отгадай, что за птица? Коршун, вопит ватага. Нет, не отгадал. Курица. Хо, не отгадал. Иволга. Не отгадал. Филин. Матки сдаются. Отгадал, отгадал. И ребята из команды, к которой принадлежит отгадчик, усаживаются верхом на соперников, дружно кричат «Хык, хык, мой шачок!» и едут на чужих спинах, куда было установлено. Тут кто-нибудь спрашивает у матки «Верхом или пешком?» Если матка скажет «Что внизу, то вверх!» Ослики и всадники меняются местами. Разъезжая верхом, мы поем песни, их нам тоже не занимать. Ну, хоть вот это. Хум-хум, кабы власть, пить есть можно всласть, хан-хану морали, бег-бег мадали. Нам, нам, вашу власть, пить-петь, встанем всласть! Носимся, поем, кричим, пока не выведем из терпения какую-нибудь старуху. Чтоб вам провалиться, дети шайтана! Да, есть ведь еще гонки ногишом. Ну, это совсем просто. Берем две тибетейки, привязываем их к вискам, получается, словно бы лошадиные уши. Подол сзади завязываем наподобие хвоста и устраиваем бег на разные расстояния. Обычно наши маршруты проходят по Тиканли-Мазару, по Караташу, по Ялянкари, по Алмазару, Девамбеги и снова по Тиканли-Мазару. Получается круг длиной версты в три. Прибежавшего первым встречают хлопками в ладоши, возгласами похвалы, всяческими знаками подсчета. Главное, до следующих скачек он считается самым сильным. Кроме силачей, есть еще и богачи, но богатство у нас тоже на свой лад. Главной ценностью почитается альчик, раскрашенный, залитый свинцом, или костяная бита, которую нам подтачивают мастера-веретенщики, или крышка от каких-нибудь старых часов. Эти ценности в ходу главным образом днем, когда бегать по базару да по чужим улицам слишком жарко в разгар лета, или слишком грязно зимой. И тут своя вереница развлечений. Всякие игры, в вальчики, в орехи, в мяч, в чижика, стрельба из лука, игра в конокрадов. А ведь в месяц поста ко всему этому прибавляется много интересного. Вечерами мы ходим по махале из дома в дом и поем рамазан. После захода солнца с наступлением намаз-шама, четвертой молитвы и дополуночной трапезы, которая именуется Сахарлик, мы бродим из мечети в мечеть и слушаем, как коры, раскачиваясь, распевают Коран наизусть. И то сказать, времени у нас хватает. В школе задерживают нас ненадолго, а дел... Какие у нас могут быть дела? Наши родители и себе-то подчас не могут найти работу. Где уж там пристроить мальчишек? Махалю вроде нашей населяют обычные ремесленники, кожевеники, что обтягивают кожей литавры и бубны и изготавливают потники, веревочники, мастера, которые чинят фарфоровую или стеклянную посуду с помощью металлических скрепок, водоносы, носильщики, конюхи, сторожа, массажисты, мелкие служители окрестных мечетей, и, правда, в нашей Махале жили главным образом рабочей типографии и кондитерской. Но все же, кого тут только не было! Это родители моих товарищей, я их помню отлично. Отец Амана, Турсумбаяка, изготовлял перочинные ножи. Был он вдовец, жена его умерла рано, и Аман остался единственным сыном. Отец обида? Да! Абидов ведь у нас было двое! Мы различали их по прозвищам. Одного звали Ид, пёс, другого Бид, вошь. Так вот, отец Идабида, Захитакя, был старьёвщиком, а у Бидабида отец шил ножны. Кожевиным ремеслом занимался и отец Хуснебая, Аманбай, изготовлял хомуты. Отец Салиха, Юнасака, был хафизом, певцом. Расул Матака, отец Тураббая, торговал гузой, а отец Абдулы, Азизака, керосином. Он разъезжал на повозке с огромной бочкой и продавал керосин на улицах. Разумеется, и повозка, и лошадь, и бочка, и керосин ему не принадлежали. Он служил в компании Нобеля. У Пулат-Хаджи отец что-то вроде Камива и Жора. Он ездил по разным городам, расположенным по ту и эту сторону границы, и исчезал иногда очень надолго. Говорят, когда Пулат-Хаджа был шестимесячным зародышем, то прирос к утробе матери и оставался там, пока отец лет пять или шесть разъезжал по Кашгару. Родился он спустя три месяца после возвращения отца. Собирались мы в доме у Юлдаша, который жил без старших. Мать его давным-давно умерла. Потом заболел и умер отец Бувака-сапожник. Кстати, сапожным ремеслом занимался в Махале еще Миразисака. Меня даже отдавали к нему учения. Испримечательной он был семьи. Отец его Салимбай с тех пор, как поселился в нашей Махале, кормил семью тем, что приносил кости с бойни и вываривал из них жир. Но когда-то он был воином у самого Якуббека и во время Кашгарского восстания захватил в качестве трофея девушку-китаянку. Он привез ее в седле, заставил принять мусульманство и потом женился. Ее китайское имя он сменил на Бахти-Буви. Миразисака был младшим из трех сыновей Бахти-Буви. Всех ли соседей я помню? Фу ты! Чуть не забыл самых важных птиц! Как, однако, меняются времена. Тогда они были первыми. Настоящие богачи! Мануфактурщик Карим Карри, торговец воском Якуб Тыква, торговец красками Абдулла Ходжи. Они стояли в мечети впереди всех. Только вот не помню, кто в какую мечеть ходил. Их ведь было у нас две поблизости. Одна на Тиканли-Мазари, другая на Курган-Таги. При каждой из них была школа. Имамы были и учителями. На Тиканли-Мазари Шамсы-Домля, на Курган-Таги Хасанбай. Я ходил во вторую к Хасанбаю-Домле, который учил не по Хавтияку, а по Устоды-Аввалу и куда быстрее обучал грамоте. Плов в складчину. Это злополучное для меня дело затеял Юлдаш. Мы играли вальчики под навесом у главного входа в Лайляк-мечеть. И мне необыкновенно везло. Карманы и рукава моего легкого халата, да еще и поясной платок были полны выигранными альчиками. Я упивался победой и, пряча за пазуху очередной выигрыш, радостно вопил. А-а-а! Проворонили! Ошички мои! Конца удачи не предвиделось. Тут-то и появился Юлдаш. Он подошел, вытирая нос за саленой полой халата, посмотрел на игру и сказал, как бы нехотя. А что, ребят, устроим плов в складчину? Все мгновенно к нему повернулись. Устроим, устроим! Мое везение явно не приводило в восторг никого, кроме меня. Юлдаш прищурился. Где? Ну, где хочешь? Ну, хоть в бывшем дворе Риски-Халфи! Риски-Халфи был помощником учителя. Идет, сказал Юлдаш и стал распределять кому что. Хуснебая выбрали поваром. Котел, шумовку, соль, перец, воду должен был обеспечить он. Рис и морковь взял на себя сам Юлдаш. Принести мясо выпало на долю простачка Абдулы. Сало обещал достать я. А прочее, прочего-то почти не оставалось, поручили хитрецу Пулат-Хадже. Мы разошлись, и я, отягченный выигрышем, отправился домой за салом. Мать была на кухне. Она развела огонь в тандыре и лепила самсу с тыквой. Я высыпал альчики в своем уголке. Припасы и домашние мелочи хранились в чуланчике позади нашего старенького домика. Путь туда лежал мимо Айвана. На Айване моя средняя сестра нянчила младшую. Пройди я мимо нее даже с самым независимым видом, она тот час поинтересовалась бы. Куда? И подняла шум, как сторожевая собака. Пришлось прибегнуть к хитрости. Шапак, сказал я ей. А где твой большой мяч? Там, где мои куклы. А что? А вот и нету его там. Ах, чтоб тебе пусто было! Наверное, ты взял. Отдай сейчас же, отдай! Я стоял, ехидно улыбаясь. Она кое-как положила сестренку и, зашипев в мою сторону, побежала к своим куклам. Я помчался в чулан, мгновенно отковырнул кусок сала в кувшинчике, завернул его в клочок бумаги, которым кувшинчик был накрыт, и сунул добычу за пояс. Главное дело было сделано. Я спокойно пошел в сарай, где хранились дрова. Оказалось, серая курица снесла яйцо и теперь его высиживала. Мне представлялся прекрасный случай отличиться. Кроме сала, я принесу еще и яйцо, а ведь оно не входило в мою долю. Я согнал курицу, она закудахтала и убежала, и пристроил яйцо под шапкой. Теперь оставалась одна опасность. Надо было пройти мимо кухни. Я пошел к калитке, будто прогуливаясь, в надежде, что мать занята у тандыра. Увы, она стояла у двери и со страдальческим видом, со слезящимися глазами отмахивалась рукой от дыма. «Ах, чтоб ты сдох!» закричала она. «Опять на улицу?» я покорно остановился. «Только и знаешь, что бегать, проклятый!» кричала мать. «А ну, иди сюда! Помоги мне разжечь огонь! Дымит, чуть не ослепло!» Делать было нечего. Я пошел к тандыру и стал раздувать пламя. Дым ел мне глаза. Яйцо тихонечко перекатывалось под шапкой, точно выжидая удобного случая выкатиться или произвести на свет цыпленка. Огонь наконец-то начал разгораться, когда я почувствовал, что по животу и ноге у меня что-то течет. Это от жары растаяло сало. Жирная струйка густела и наливала силой, как орык в половоде. Меня охватили досада и страх. Штанина намокла, растаявшее сало начало капать на землю. Я как раз собирался обернуться, чтобы посмотреть, не видит ли все это мать. И тут на мою голову обрушился удар. «Чтоб ты сдох!» кричала мать, размахивая скалкой. «Такой здоровый балбес! Сам мог бы детей иметь, если б женился и обмочился здесь, в священном месте, где хранятся принадлежности Фатимы и Зухры. Ах, чтоб...» Тут она осеклась и уставилась на меня. Яйцо под шапкой разбилось. Желток, смешавшийся с белком, тек у меня по виску и правой щеке. Мать слышала легкий хруст при ударе. Теперь она, видно, решила, что пробила мне голову, и это вытекает в мой мозг. Мешкать было нельзя. Я скользнул мимо нее к выходу и помчался со двора. Мать вслед что-то кричала, к ее крику прибавился злобный виск сестренки, но мне было не до них. Через мгновение я был уже далеко на улице. Обогнув третий угол, я остановился, чтобы обдумать свое положение. Было оно такое, что хуже некуда. Идти к ребятам не с чем. Домой я тоже не мог вернуться. Мать вот-вот обнаружит пропажу доброй трети сала, тогда мне и вовсе не сдобровать. Куда деваться? Я вдруг почувствовал одиночество и тоску. Нет мне приюта в этом мире. Я стоял, машинально ковыряя пальцем дувал, у которого остановился. За дувалом во дворе шла обычная жизнь. Слышались спокойные голоса. Какая-то девчонка крикнула «Ой, тетя!» И тут меня осенило. «Тетка на сагбане! Как я об этом сразу не подумал!» В самом деле на улице Сагбан жила со своим мужем с корняком моя бездетная тетка, сестра отца. Бывал я у них редко, но они во мне души не чаяли. Детей у них нет, в доме вечно тишь да гладь, все прибрано, все вылизано, так что даже иногда скука берет, да и ребят окрестных я там не знаю. Но зато ведь и дом у них как магазин, чего там только нет. Почти все, что водится на свете. Три охотничьи птицы с мощными когтями, ястреб тетеревятник, ястреб перепелятник, пустельга, бойцовый петух, индюк, обыкновенный петух, но такой огромный и толстый, что на нем можно прокатиться верхом, с фиолетово-зеленой спиной, черными боками и багровым гребешком, похожим на язык пламени. В клетке плетеной из ивовых прутьев жил кеклик. В сетке с дном из тыквы обитала перепелка. Из певчих там были соловей, щегол, скворец, горлинки. Жили в доме и три собаки. Одна охотничья борзая, ее держали так, только из роскоши, дядя с ней никогда не охотился. Маленькая комнатная собачонка, которая меня, правда, терпеть не могла, все они мирно уживались с пышной бухарской кошкой. Когда я был в последний раз у тети, у кошки появились пять или шесть котят, и их наверняка тоже оставили в доме. А какой был во дворе цветник, портулак, шиповник, ирисы, розы, астры, резида, ночная красавица, георгины, олеандр, ноготки, всего и не упомнишь. Каждый куст дядя с тетей оберегали как зеницу ока. Но я так и не мог понять, как им удавалось спасать сад от своего зверинца. И такими они угощали лакомствами. Я вспомнил все это, и у меня даже слюнки потекли от предвкушения той полной удовольствии жизни, которой готово было смениться мое грустное существование изгнанника. Я кое-как умылся у ближнего арыка и отправился на Сагбан. То и дело останавливаясь по дороге, чтобы рассмотреть все попадавшиеся навстречу любопытные вещи и переживая в воображении начало новой прекрасной жизни. Как я и ожидал, дядя и тетя встретили меня с радостью. Тетка сразу засуетилась и запрочитала. Ах ты, голубчик мой, заходи, заходи, как вырос, каким ветром тебя занесло. Словно брат воскрес и пришел к нам. Недаром у меня века подергивала сегодня. Я, скромно потупясь, сказал, что очень по ним соскучился и пришел к ним на несколько дней. От этих слов тетка засветилась, да и дядя обрадовался. Ну, молодец, сказал он ласково, гладя по голове. Вот так молодец, вспомнил нас. Не зря Юль Паща, это такая большая муха, все кружилось нынче по комнате. Я и то думал, что за гости будут. Оказывается, это ты. К добру она прилетела, к добру. Ай, молодец. Осыпая ласковыми словами, они провели меня в дом. И я так разомлел от всего этого, что и сам поверил в объявленную мной причину прихода. Для меня началась жизнь как в раю. Впрочем, многие уже убеждались и до меня, что жить в раю скучновато. Я понял это к середине второго дня. Выяснив свои отношения со всеми животными, при этом дважды доведя до бешенства комнатную собачонку, перекормив дворняжку, лишив громадного петуха нескольких самых красивых перьев во время попытки совершить на нем путешествие вокруг цветника, дав понять двум кошкам матери и дочери, где их настоящее место в доме, и так усердно перенюхав цветы, что они лишились доброй половины своего аромата. Я попросился на улицу. Дядя дал мне три копейки на мелкие расходы. Немалая сумма. А мне было обещано, что я стану получать ее каждый день, если постараюсь не попасть по дарбу, и я отправился навстречу новым знакомствам. Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok